Привет, я Анна Неморякина в эфире программа дайджест на портале Москва Баку. Сейчас расскажем самые интересные новости из мира культуры, шоу-бизнеса и не только, которые произошли в России и Азербайджане за эту неделю сегодня в нашем выпуске. Жара ждет новых волонтеров, Баку в предвкушении фестиваля. Стереть из памяти Джонни пытается забыть возлюбленную. И новый образ, новая жизнь, ради кого Филипп Киркоров кардинально изменил имидж. Обо всем подробнее расскажем далее. На первом канале стартовал новый восьмой сезон шоу «Голос дети». Юные музыканты проходят этап слепых прослушиваний. Десятилетний Максим Толкачев выбрал песню из репертуара группы «Хам Али и Наваи». Хит «Прятки» был мега популярен в прошлом году. К сожалению, к парню никто из наставников не повернулся. Хотя и Егор Крид и Светлана Лобода оценили выбор песни, но сказали, что Максиму не хватило исполнительского мастерства. Наставники пригласили Максима попробовать свои силы в новых сезонах. А ведущий шоу Дмитрий Нагеев сказал, что мальчик спел душой, что сегодня умеет не каждый взрослый исполнитель. Фестиваль «Жара» в прошлом году, как известно, не состоялся. В этом году организаторы пообещали все-таки провести фестиваль, даже если для этого потребуются какие-то новые условия. Каждый год в конце июля «Жаркий Баку» заполняют зрители, поклонники фестиваля «Жара» и, конечно же, артисты, которые дарят праздник песней в течение нескольких дней. Но также неотъемлемой частью фестиваля становятся волонтеры, которые помогают организовать порой сумасшедший трафик. Ведь в период «Жары» фестивальная зона просто кипит. Кстати, узнать, возьмут ли вас волонтеры, можно в официальном аккаунте «Жара». Один из самых часто задаваемых вопросов – как стать волонтером «Жары». Вам должно быть от 18 лет, и вы должны жить в Азербайджане. Кроме того, нужно прислать анкету о себе, а еще обязательно знать русский язык, так как звезды на фестивале в основном русскоговорящие. Потом происходит собеседование, и после него организаторы выносят решение. Заявку на участие можно отправить по почте. Адрес на вашем экране. Певец Джонни пытается стереть любовные переживания в новом клипе. На днях он выпустил долгожданный для фанатов клип на свой трек «Пустота». По сюжету видео герой предстает сразу в нескольких образах – реальном и виртуальном. Он живет в двух мирах. В одном он счастлив вместе со своей девушкой, а в другом герой пытается забыть все, что с ним происходило. Мы с командой проделали большую работу, и настало время поделиться с вами клипом на песню «Пустота». Для меня это одна из самых необычных работ, которую каждый поймет по-своему, написал Джонни для всех поклонников. Возлюбленную Джонни в клипе сыграла модель и начинающая актриса из Санкт-Петербурга Алина Большакова. После выхода клип сразу же попал в тренды ютуба, а главная героиня, к слову, закрыла свой аккаунт в соцсети, возможно, из-за повышенного к ней интереса поклонников музыканта. А сейчас коротко расскажем, что еще интересного произошло в России и Азербайджане. Филипп Киркоров кардинально сменил имидж. Король российской поп-эстрады предстал перед фолловерами с седыми волосами. В комментариях пользователи соцсетей назвали Киркорова милашкой, ярким и жизнерадостным. Они высказали мнение, что он шикарно выглядит, а седина ему очень идет. Напомним, что буквально год назад Киркоров похудел на 30 килограммов. Тогда поклонники пытались узнать секретную диету, но артист отвечал, что он просто не ест и занимается спортом. Кстати, его близкий друг и оперный певец Юсиф Ивазов в прошлом году тоже похудел на 30 килограммов. Ольга Бузова привыкла быть в центре внимания. Нередко вокруг имени певицы возникают скандалы. На днях Ольга рассказала о своей новой мечте – спеть гимн России на каком-нибудь знаменательном событии. «Это может быть что угодно – чемпионат мира, Олимпиада или парад победы», – поделилась с подписчиками певица, отметив, что в эту мечту вложила все самое заветное, из чего складывается ее любовь к стране. Правда, официальные власти такой патриотический порыв звезды не оценили. В Госдуме мечту Бузовой прокомментировали жестко. Ответ Бузовой дала представитель Думского комитета по культуре Елена Дропека, которая не стеснялась в выражениях. «В России полно талантливых артистов и оперных певцов, которые могли бы исполнить национальный гимн достойно. Бузову же к талантливым отнести нельзя», – сказала она. Турецкий актер и звезда великолепного века Бурак Асчевит вместе с другими членами съемочной группы сериала «Основание», «Осман» побывали в Грозном. Об этом рассказал Рамзан Кадыров, который и пригласил звезд Турции посетить Чечню. Бурак Асчевит считается одним из самых известных и любимых турецких актеров. Как оказалось, Рамзан Кадыров тоже является почитателем таланта Асчевита. На минувшей неделе на Netflix состоялась премьера, снятая в Баку, индонезийским режиссером Манти Тивой романтической драмы «Лейли и Меджнун». Это первый проект Netflix, съемки действия которого происходят в Азербайджане. В основу написанного Алимом Судио сценария фильма легла поэма Низами Гиндживи «Лейли и Меджнун», созданная на основе легенды о несчастной любви юношей Кейса, прозванного Меджнун, «Безумец красавицы Лейли». Напомним, что 2021 год объявлен в Азербайджане годом Низами Гиндживи. Один из эпизодов драмы снят у памятника великому писателю в Баку. Зрители увидят современную версию его знаменитого на весь мир произведения, действия которого на экране пройдут параллельно в Азербайджане и Индонезии. На сегодня это все. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Москва Баку на YouTube, чтобы не пропустить новые интервью со звездами, репортажи с кинопремьеры не только. Также все интервью и новости читайте на нашем портале, ссылка в описании. Увидимся через неделю.